Судя по всему, не зря мы скучали и тосковали в отсутствии дорогого руководителя республики. Вот эти дни отсутствия уединения и, видимо, медитации и размышлений не были потрачены впустую дорогим Радим Фаритовичем. И то оперативное совещание, которое произошло вчера, конечно, потрясло весь цивилизованный Башкортостан. Сразу отмечу, что хронометраж этого мероприятия был абсолютно нетипичным. Заседали почти два с половиной часа, без двух минут. Само по себе вступление и завершение этой оперативки в исполнении Хабирова, конечно, были основным номером программы. Сами по себе доклады были абсолютно безвкусные и бесцветные. Некоторые из них мы даже и обсуждать не будем, времени будем тратить. Но вот то, что говорил и делал Хабиров на этом оперативном совещании, конечно, достойно очень внимательного и детального разбора. Для меня совершенно очевидно, что бурные события последних недель, конечно, не могли не отпечататься в сознании Радия Хабирова, не могли не изменить его поведение, его взглядов на мир и на жизнь. Однако, честно говоря, я лично не был уверен и даже не ожидал, что эти изменения будут настолько глубоки. Начать хотя бы с того, что само оперативное совещание ради Хабирова, традиционно начав с поздравлений юбилярам, изо всех сил отчаянно и жарко поздравил Константина Толкачева с днем рождения. Напомню, что Толкачев и Хабиров, конечно же, заклятые враги. Напомню, что именно Толкачев был застрельщиком и инициатором возбуждения уголовного дела против Хабирова в 2008 году. Именно Толкачев был в первых рядах гонителей Хабирова из республики. Собственно, по инициативе Константина Борисовича была затеяна эта, как теперь бы ее назвали, травля. Ну, кто как смотрит на это все, с какой стороны. И вот теперь Хабиров, который продолжительное время полностью игнорировал Толкачева в прямом и переносном смысле. Толкачев никогда не присутствовал на оперативных совещаниях в правительстве. С Толкачевым Хабиров избегал всячески соседствовать на фотографиях и во всяких видеосюжетах, и что уж там говорить про поздравления. И вот теперь Хабиров поздравляет Толкачева с 68-летием. Причем в словах Хабирова абсолютно непрозрачно. Можно было отметить, что он и другим тоже рекомендует. Дословно это прозвучало так. «Все имеют право сказать ему самые добрые слова». Конец цитаты. То есть Хабиров разрешил своим подчиненным теперь взаимодействовать и поздравлять Толкачева. Раньше это было категорически запрещено. Далее юрист Хабиров окончательно запутался в ветвях власти и заявил, что, цитирую дословно, «Госсобрание сопровождает нашу деятельность». Вот тут я бы, конечно, поспорил. Я, конечно, не юрист, но на мой взгляд, все-таки Госсобрание находится в иерархии властей несколько выше, чем администрация главы, сам глава, а уж тем более правительство. И, в общем-то, еще нужно подумать и поспорить можно, кто чью там деятельность сопровождает. Предваряя огромный и кардинальный блок кадровых изменений, который случился на этом оперативном совещании, Хабиров, видимо, ощущая некоторую неуверенность и нарастающую нестабильность в кадровой политике, решил все-таки оговориться. Процитирую. «Никто не может предъявить мне претензии, что я отношусь к кадрам без должной заботы». Видимо, внутренне Ради Фаридович чувствует, что то, что происходит в его команде, то, что происходит в его кадрах, это вовсе нельзя расценивать как то, что он заботится и поддерживает, и защищает свою команду. Напомню, что двое действующих министров, один из них еще и вице-премьер, сейчас на данный момент находится под арестом. Многим другим членам команды угрожают всевозможные уголовные и судебные преследования. Соответственно, тут у Хабирова, конечно, позиция очень шаткая. Назвать его яростным защитником команды никак не получается. Видимо, он тоже это неплохо понимает. Для разминки начали с того, что и так было уже известно, и речь зашла об увольнении Дениса Булатова, председателя комитета по конкурентной политике Республики Башкортостан. Проще говоря, этот комитет занимается всеми закупками, и вот Денис Булатов покинул должность руководителя этого комитета. Хабиров сразу же оговорился, что он уже нашел замену, и, к моему великому удивлению, заменой этой станет все та же самая Гульшат Арсланова. Бывшая жена ближайшего друга господина Хасанова, я имею в виду друга Хабирова, это, как говорится, даже не обсуждается, у нас везде друзья в лучшем случае, а в худшем их жены. Напомню, что госпожа Арсланова сначала пришла в Уфу, ну вот из этого вот красногорского изгнания, значит, прибыла и поработала немножко начальницей МФЦ, потом она пошла резко на повышение и стала министром земельных и имущественных отношений, но правда через три месяца была обратно возвращена с благодарностью руководить МФЦ, и до сего момента этим МФЦ руководила. Много там историй вокруг этой мадам, значит, происходит, очень, значит, она там ярко себя отметила в процессе, например, ремонта помещения МФЦ. Я сейчас намеренно не буду углубляться в эту тему, потому что, как говорится, кто понимает, тот понимает, о чем я говорю. Там очень интересная история с этими вот слоями краски, актированием работы и так далее, и так далее. И вот теперь Хабиров снова эту мадам затаскивает на руководящую должность в правительство, теперь уже комитетом по конкурентной политике. Я не понимаю, чем так дорога вот эта бульшат сердцу Радия Фаридовича, потому что, ну, столь серьезная настойчивость в кадровом продвижении вот этой мадамы Арслановой, это, конечно, какая-то загадка. Ну, правда, может быть, можно ее объяснить тем, что вообще не осталось никого, а может быть и не так. При этом Хабиров еще сразу же оговорился, что, несмотря на то, что пока ее еще не согласовали там спецслужбы на допуск, значит, ко всяким военным тайнам, ее уже сейчас нужно назначить замом председателя комитета, и уже сейчас она должна работать как бы как председатель комитета. Это тоже достаточно странная такая поспешность в позиционировании, могла бы, в общем-то, и освоиться. Но, тем не менее, в общем-то, де-факто уже с завтрашнего дня мадам Арсланова будет руководить этим ведомством. Далее и вовсе прогремел гром среди ясного неба, потому что Хабиров заявил о том, что руководитель Министерства транспорта в Республике Башкортостан Алан Викторович Морзаев написал прошение об отставке, и Хабиров принял это прошение, то есть Морзаев уволен и больше не министр транспорта и дорожного строительства. Вот это, конечно, шок. Потому что замутив, зарядив и начав вот эти все процессы, в общем-то, так не делается взять и сбежать. Но Алан Викторович, чувствуя, видимо, что уже лижут пятки языки костра, пора, как говорится, и выше над уровнем моря куда-нибудь забираться, в общем, дал дюру. Напомню, в Башкирии запущены крупнейшие процессы в области дорожного строительства, улица Комсомольская, значит, разбомблено, и, видимо, отступавшие войска, значит, оставили все как есть. И не факт, что в течение 21-го года, как положено было по графику, улицу Комсомольскую закончат. Мост через реку Белую стоит в раскоряку, и наполовину как бы есть, а наполовину его нет. Вот этот знаменитый путепровод обрушен, сломан и тоже не достроен. Ну и еще десятки, если не сотни объектов и участков дорог, значит, находятся в каком-то странном положении. Господин Морзаев успешно освоил гигантские поступления из федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан за бытность свою министром, и поняв, что в ближайшем периоде не то чтобы возрастание этих потоков не случится, а, в общем-то, они резко уменьшатся, Гадсетибадин Морзаев сделал нам ручкой. Вот этот настоящее дружище, брат Хабирова, как он себя там позиционировал, он же тут прямо так его трясло от этого восторга, что прямо ужас. Вот он просто взял, значит, намазал лыжи согласно погоде и исчез из республики. В чем, собственно, я и не сомневался. Все вот эти вот пришлые понаехавшие, у которых здесь ни кола, ни двора, и ни якорей, ни плетей, как говорят в определенных кругах, что от них еще ждать? Освоив бюджет, ребята отбывают обратно в горы. Дошла очередь и до Ленара Ивановой. Давно мы этого ждем, ожидаем, но, правда, не так все кардинально. Ни в пух и в прах, и ни с вещами на холод, но Ленара Хакимовна лишилась своего поста вице-премьера правительства. Теперь она просто министр, там, чего-то там, труда, счастья и защиты семьи. А вице-премьером, который будет курировать всю социальную сферу, становится неожиданным образом Максим Васильевич Забелин. Мужчина, конечно, чрезвычайно надежный. И при этом господин Хабиров объявляет основную задачу Забелину и теперь подчиненной ему Ивановой, это именно вопрос снижения смертности. Потому что, как вот он выразился, цитирую, «Как вы будете решать проблему потери 10 тысяч человек по избыточной смертности я не знаю», обратился он с напутствием к Забелину и Ивановой. Действительно, признать то, что 10 тысяч человек умерли от ковида или вне больничной пневмонии у нас никак нельзя, потому что Башкортостан уже вошел в однерку лучших регионов ПФО и одним из лучших регионов стал по России. По минимализации смертности от ковида признать мы теперь не можем. Мы теперь будем говорить, что это загадка. Мы не знаем, почему у нас 10 тысяч человек умерло в прошлом году. Это вот эта избыточная смертность. В общем, Забелин получил себе тоже вот этого порося в виде социальных функций социальных министерств. Не знаю, насколько Максим Васильевич счастлив. Я думаю, что ему и Министерства здравоохранения хватало. С другой стороны, там и денежек будет побольше. Ну, а напоследок Радий Фаритович и вовсе совершил кадровое харакири, назначив вице-премьера Барданова курировать образование. Ну, собственно, у нас и так с этим вот товарищем, который возглавляет наше Министерство образования и просвещения, и так все было ужасно и плохо. Со всех сторон слышатся стоны по поводу деградации башкирского образования. Ну, и чтобы окончательно уже вбить осиновый кол в крышку гроба этого образования, Хабиров назначает курировать образование вице-премьера Барданова. Ну, в связи с чем, конечно, сразу возникает и дополнительный интерес к этой распухшей до неимоверности фигуры, и вообще вопросы, ну, кто он такой, откуда взялся. А он сам-то какое образование имеет. В общем, было бы неплохо узнать. Но, судя по всему, не минует наше образование новое объединение. Скорее всего, будут объединены лесохозяйственный техникум и институт искусств. Вероятнее всего, мединститут объединят со школой сварщиков. Ну, в общем, и прочее, прочее, потому что теперь Барданов у нас курирует образование. Дальше случился какой-то поток сознания, потому что Хабиров вдруг заговорил про индекс промышленного производства, говорил долго, путанно, непонятно, перескакивал с даты на дату, с понятия на понятия, с цифры на цифру. Ну, в общем-то, никто его особенно не слушал, и было любопытно посмотреть в зал. Все сидели, конечно, слегка напуганные, потому что, ну, вот последние события, вот эти вот аресты и задержания, конечно, не могли не напугать соратников Хабирова. Примечательно, что место Мурзагулова почему-то занимал Борис Мелкоедов. Объяснения я этому никакого не нахожу. Борис на мероприятии не выступал, а только сидел. Занимал именно место Мурзагулова. При этом мы помним, что Борис Николаевич последний год, если не больше, уже он спрятан в далекий-далекий район республики Башкортостан. Не помню уж какой там этот район, но совсем дальний. В горах где-то. И именно там он носится, видимо, по долинам на своем замечательном итальянском мотоцикле Дукатти. И, собственно, вообще Борис Николаевич не отсвечивает его. Не видно, не слышно, ни докладов, ни проблем, кстати, в его районе нет. Все очень замечательно. И вдруг он почему-то попадает на место Мурзагулова и просто на нем сидит. Очень странный сигнал. А еще, конечно, примечательно было и довольно-таки забавно было наблюдать за господином Сидякиным. Тут, очевидно, значит, он боролся с последствиями вот этой авиационной травмы. Видно было, что лицо его как-то необычно неподвижно. Вот эти вот мимические, значит, морщины и мускулатура зафиксированы в каком-то совершенно неестественном положении. С чем это связано, я не знаю. Причины подобного внешнего вида, конечно, бывают разные. Иногда человек просто устал, иногда перепил, иногда его чем-то твердым стукнули. Ну, в общем, ну или просто, как говорится, задумался о чем-то, может, замечтался. Может быть, он, вот пока Радий Фаридович про рост индекса промпроизводства рассказывал, может быть, Александр Геннадьевич в уме катался на лифте, например, ну или еще делал что-нибудь приятное, я не знаю. Но было очень смешно на него смотреть. Вообще неожиданных переходов с темы на тему на этой оперативке было предостаточно. Без всяких объявлений, значит, изменения тематики, Хабиров неожиданно заговорил про дольщиков. Он сказал, что дольщики опять стоят под окнами и спрашивают. Хотя, кстати говоря, в последнее время было очень холодно, и под окнами у Хабирова никто особенно не стоял. Но, видимо, это уже приобретает некий такой образ фобии, страха какого-то. Даже когда у тебя под окнами никто не стоит, не шумит, все время кажется, что кто-то вот-вот начнет это делать. Но Хабиров, значит, процитировал и обратился к тому, что говорит Марат Хуснулин про Башкортостан. Напомню, что Марат Хуснулин это теперь вице-премьер федерального правительства, курирующий вот эти вопросы обманутых дольщиков. Так вот, Хабиров, процитировав Хуснулина, сказал, что в Башкирии абсолютно непонятно, почему нет никакого уголовного преследования в отношении застройщиков, которые допустили обман дольщиков. Хабиров буквально потребовал, значит, какие и где у нас уголовные дела, вопрошая, видимо, к силовикам, сколько человек у нас сидит. Тоже обратился он так абстрактно, видимо, к Касьянову. Он потребовал от МВД отчета по каждому отдельному фигуранту, почему-то он так называет застройщиков теперь. В общем, складывалось впечатление, что Хабиров действительно внимательно смотрел наш выпуск от субботы и воскресенья, потому что дальше вот все пошло по сценарию того, о чем мы говорили в предыдущие выходные. Конкретно я тоже вот возмущался тем, что почему не сидит Комлев, почему даже, ну, к нему никаких следственных действий не производится. И вот Хабиров буквально на следующий день озвучивает те же самые мысли. Тут я внутренне аплодирую Радио Фаридовичу и действительно уверен в том, что люди, допустившие вот подобные вещи, значит, ну, абсолютно точно виноваты. Среди них точно нет людей, которые по неосторожности там не смогли построить там пару тысяч квартир для людей и неизвестно куда дели пару миллиардов рублей. Я в это точно не верю. И слава богу, теперь в это не верит и Хабиров. Далее последовали мелкие поручения, их было три. Министерство культуры Хабиров повелел строем водить детей на спектакль «Потомки Салавата не отступают». Хабиров, правда, признал, что невелик он знаток театрального и кинематографического искусства, но, тем не менее, поручение Шафиковой все-таки дал. И теперь дети Республики Башкортостан строим, пойдут смотреть этот замечательный спектакль. Далее Хабиров напомнил Назарову и Грекову, что у нас не за горами 450-летие города Уфы, и уже пора начинать строить объекты, иначе не успеете. Вот тут, конечно, я бы уточнил, Радий Фаридович, а какие объекты, на какие деньги и где будем строить? Уже решили? Что-то мы об этом ничего не слышали. Не пугайте нас, пожалуйста, Радий Фаридович, а то сейчас начнут ведь строить, вот сейчас кинутся и начнут строить в первом попавшемся месте. Давайте уж все как-то по плану и так далее. Ну и третье поручение тоже касалось Сергея Николаевича Грекова, и оно так было, в общем-то, таким достаточно абстрактным, там не забрасывайте, не запускаете благоустройство города Уфы, но примечательно, что в этом поручении Хабиров упоминает Бориса Беляева. И прозвучало это примерно так. Пока Борис Владимирович свои проблемы порешает, ну в контексте того, а вы тут как бы не ждите этого. Очень, конечно, примечательная эта фраза. Я, честно говоря, сразу задумался, а вы, Радий Фаридович, точно его обратно на работу ждете? А вы уверены, что его оттуда отпустят к вам на работу вообще? А самое главное, Радий Фаридович, а может быть он нам не нужен совсем, а вот этот Борис Владимирович? Может быть не беспочвены вот эти претензии силовиков, а? Ну давайте уж не будем вот таких вот людей брать обратно на работу в правительство. Внезапно возросший в должностях Максим Васильевич Забелин не сообщил нам совершенно ничего интересного. Я не буду рассказывать о его докладе, потому что там правда был абсолютный ноль. А вот господин Кельсинбаев, Урал Тагирович, это такой заместитель руководителя администрации, зам Сидякина, рассказал нам про новый, ну по его мнению грандиозный IT-проект, который запускается в республике Башкортостан. Проект этот называется Атайсал, что с башкирского языка переводится как «Малая Родина». Путанно рассказывая, зачем это все нужно, там Кельсинбаев куда-то уходил в какие-то философские рассуждения о том, что в Башкирии очень сильны традиции поддержки «Малой Родины», и там люди, разбогатевшие с благодарностью, возвращаются к себе в деревню и строят там мечеть, как бы, ну, отдавая дань благодарности родной земле и так далее, и так далее. И вообще суть проекта заключена в том, что если где-то, значит, у нас есть какие-то меценаты, благотворители, внезапно разбогатевшие, значит, выходцы из Бешбуляхского и более глубоких районов, так вот, надо взять их всех под контроль, собрать в некую электронную оболочку и тут же, значит, запустить процесс того, чтобы это все модерировать. Ну, переводя на русский язык, господин Кельсинбаев решил присвоить себе то, что ему совершенно не принадлежит, и любую благотворительность, значит, обернуть себе на пользу хотя бы в пропагандистском смысле. Ну, обычно так действует «Единая Россия», которая на чужие деньги строит детский сад, потом объявляет о том, что детский сад построен, значит, партией жуликов и воров, и скажите нам за это спасибо. Ну, это обычная такая практика, то есть они, как бы, вот, подключаются к каким-то бюджетным проектам и заявляют о том, что это сделано под эгидой «Единой России». Вот эти, помните, несостоявшиеся 300 бассейнов, там, или 300 тысяч бассейнов они хотели в Башкирии построить. В принципе, им все равно, что говорить. На самом деле бассейнов построили штук пять, и все равно в рамках бюджетного финансирования, то есть за государственные деньги. Но тогда было объявлено, что это «Единая Россия». И вот примерно такой же фигней решил заниматься Урал Кельсинбаев, который теперь любую благотворительность, которая, ну, вообще происходит по любой причине в Республике Башкортостан, хочет объединить в кучу, и объявить, значит, вот, собственным достижением. Это, конечно, и смешно, и жалко, и глупо, потому что мы помним о том, что благотворительность вообще в России не поощряется государством, как это ни странно, да? Вот в мире есть такие практики, когда людям, например, там, снижают налоги, если они, там, тратят какие-то деньги на благотворительность, да? Ну, и так далее. Всячески поощряют эту деятельность. У нас такого нет. Более того, любая благотворительность у нас всегда расценивается как излишний, как говорится, достаток. То есть, если ты, там, готов отдать миллион рублей, там, на спортивную площадку для своей родной деревни, то ты подозрительно богат. И не пора ли проверить твои доходы с расходами свести? Ну, в общем, есть такая штука, и потому настоящие благотворительные у нас в России, они обычно анонимные. Или, по крайней мере, не афишируют своей деятельности. И вот то, что Урал Тагирович пытается их, значит, всех затащить к себе на сайт, вот это особенно забавно. Что-то мне подсказывает, что этого не случится. В минувший понедельник на оперативном совещании появилась Римма Юрьевна Бойцова. Давненько не виделись, правда. И вообще, если честно, ожидали, что и не увидимся больше никогда. Но, тем не менее, госпожа Бойцова снова выступила с докладом. В третий раз она прочитала нам один и тот же доклад. Честно говоря, я почти выучил его наизусть. Это ж какой над наглостью обладать, чтобы одно и то же уже почти год докладывать в качестве отчета о своей деятельности. Значит, Республика Башкортостан. Ну, сами понимаете, что доклад был об итогах поддержки предпринимательства. О чем еще Римма Юрьевна умеет докладывать? Да, собственно, это, я же говорю, один и тот же доклад. Так вот, в Республике у нас, понятное дело, беспрецедентные меры поддержки предпринимательства. Всего лишь 3,5% субъектов малого и среднего предпринимательства мы утратили за этот тяжелый ковидный год. Римма Юрьевна считает, что это немного. Правда, вот в Российской Федерации мы занимаем позорное 64-е место по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на душу населения, но это не сильно смущает Римма Юрьевну, потому что она любит достижения, а не провалы. Кстати говоря, как одно из важнейших достижений Риммы Юрьевны, наверное, можно посчитать, что 1 миллиард и 300 миллионов рублей деньгами Римма Юрьевна истратила за этот ковидный год на поддержку малого и среднего предпринимательства. То есть следов этой поддержки обнаружить достаточно сложно, но нужны всяческие увеличительные приборы либо специальная техника, а вот сумма поддержки вполне себе такая ощутимая, и ее можно увидеть. 1 миллиард и 300 миллионов рублей куда-то дело Римма Юрьевна на поддержку предпринимательства. Но особенно смешно было то, как Римма Юрьевна, все-таки решив оживить свой давно уже мертвый и весьма устаревший доклад, она туда вставила примеры. Ну как же у нас тут, у нас же предпринимательство, оно же бурлит и развивается. И вот один из ярчайших примеров это развитие предпринимательства в Бешбуляке. А именно, в этом самом Бешбуляке, в Бешбуляхском районе, я не шучу, это правда речь, да, о Бешбуляхском районе, открылась станция зарядки электромобилей. Ну, действительно, что еще может быть актуальнее для вот этого лидера мировой интеллектуальной и энергосберегающей индустрии, я имею в виду Бешбуляхский район, конечно же, Сингапур, давно и безнадежно отстал, Гонконг, Сингапур, Антверпен, все эти города ездят в Бешбулях набираться опыта и понимать, как же дальше им жить. И вот там открылась станция зарядки электромобилей. Правда, Римма Юрьевна не уточнила, сколько, каков парк электромобилей в Бешбуляке, но, судя по всему, он гигантский. Илон Маск, безусловно, должен сейчас несколько отвлечься от своей вот этой марсианской программы и, наверное, должен обратить внимание на Бешбуляк, потому что этот феномен надо изучать. Я не знаю, правда, какие марки электромобилей предпочитают Бешбулякцы. Надеюсь, что Тесла. Ну, в общем, вот. Апофеозом, естественно, развития малого и среднего бизнеса в Республике Башкортостан должна быть окончательная покупка и постройка вот этого IQ-парка. Никто толком не знает, что такое IQ-парк, но все знают, что там будет кабинет Хабирова и спальня, примыкающая к этому кабинету, для чего бы она не предназначалась. А также некоторые из нас знают, что вот этот домик, который пытаются продать и сделать вот этим IQ-парком, он окутан всевозможными загадками. Почему-то все время рядом с этим домиком и с собственностью на реконструкцию этого здания все время где-то постоянно вылазит фигура вот этого господина Стрижнева, а в связи со Стрижневым неизбежно вылазит и фигура господина Сидякина. То отчаянное желание сделать IT или IQ-парк именно здесь, а не, например, в бизнес-центре Салават Юлаев, и та война, которая случилась за то, чтобы именно это здание было приобретено и в нем было обустроено вот этот IQ-парк, наводит на нехорошие мысли о предвзятости и аффилированности некоторых наших крупных башкирских чиновников, та настойчивость, которую они заставляли государство купить вот это здание и те многочисленные вопросы к конструктивной кондиции здания, они, конечно, честно говоря, настораживают. Очень много вопросов по поводу того, как велось строительство и в каком сейчас состоянии находится здание, почему вот этот вот господин Стрижнев там все время часто-часто появляется. Напомню, что сейчас Стрижнев – это советник Нагуманова, генерального директора Башспирта, вот такой вот многофункциональный у нас есть бизнесмен, который и по водочке, и по строительству большой спец. В общем, вот. И вот этот вот IQ-парк – это и будет апофеоз развития предпринимательства, по словам Риммы Юрьевны. Кроме всего прочего, Римма Юрьевна поведала нам, что республика отказалась от конкурса на проектирование вот этого IQ-парка и теперь, значит, попросту отдаст 95 миллионов за проект этого IQ-парка фонду Сколково, как единственному поставщику. Какое элегантное решение, как замечательно, как наивно и просто, и очень мило мы покупаем вот это покровительство фонда Сколково, заинтересовываем его в этом сотрудничестве. Напомню, что фон Сколково одновременно еще будет и партнером вот этого IQ-парка. Ну как же, конечно, партнера нужно и подрядик на 95 миллионов отдать. В общем, конечно, вот организация вот этого IQ-парка – это просто один какой-то огромный скандал. И, собственно, примерно так это понимает господин Хабиров. Выслушав Римму Юрьевну с нескрываемым раздражением, Хабиров ей заметил, что он был, ну, практически оскорблен тем, что вот ему там начинают обустраивать спальню в этом IQ-парке. Он потребовал, чтобы этого не было, почему-то объяснив, что, цитирую, «Я люблю спать дома, и у меня хорошая семья. Мне это было крайне неприятно», – прокомментировал Хабиров, о попытке Риммы Юрьевны и Александра Геннадьевича Сидякина сделать ему приятное, оборудовав дополнительную спальню. Я не знаю, при чем здесь семья, но, в принципе, конечно, действительно, это какая-то подстава, очередная подстава Сидякина, в том смысле, что еще не получив проекта на этот IQ-парк, они уже заложили туда вот этот вот, как бы, повод для бесконечных разговоров, что у Хабирова там, дескать, имеется дополнительная кровать для чего-то. В общем, конечно, это абсолютная лажа, вот этот IQ-парк, и все, что вокруг него происходит. На мой взгляд, это очередная попытка освоить огромный бюджет при достаточно сомнительном выхлопе и пользе, но, тем не менее, они продолжают и продолжают осваивать эту тему. Далее заговорили о школьном питании. Ну, собственно, сколько можно эту тему обсуждать, я не знаю. Хабиров сразу же заявил, что его цель, задача, и он ее добьется, это то, чтобы сделать школьное питание в Республике Башкортостан лучшим в Российской Федерации. Вот не больше и не меньше. После этого программного заявления выступила мадам Прочаковская, которая напрочь перечеркнула достижения организации школьного питания в Республике Башкортостан, сообщив, что практически повсеместно нарушается меню, недовешивается пища, используются просроченные продукты, еда холодная, невкусные дети, ее не едят, не хотят и так далее, и так далее. При этом свой доклад госпожа Прочаковская иллюстрировала конкретными номерами школ, фамилиями директоров. Что-то мне подсказывает, что попадание и не попадание в этот список у мадам Прочаковской – это целый бизнес. Но, тем не менее, значит, вот так. Хабиров с яростью, значит, выслушав вот этот вот доклад, сообщил о том, что если случится три нарушения, три факта нарушения правил питания, нужно увольнять директора школы, что он найдет директоров. Вот тут я ставлю большой жирный вопрос, а найдет ли он директоров при таком подходе и захочет ли кто-нибудь там работать. А дальше Хабиров погряз в долгом и путанном споре с конкретными главами районов города Уфы и мэром Уфы Грековым о том, что хорошая или плохая еда в школах. Притом мне бросилось в глаза, что главы районов и греков просто в открытую и в наглую спорили с Хабировым, говорили, да не, Радий Фаридович, у нас все нормально. Он такой, вот смотрите, там вот такая школа, холодная еда, здесь невкусная еда, тут недовесили, тут обвесили. И главы районов и греков, как бы глядя в экран, говорили, не-не, у нас все нормально, мы ходим, пробуем, все классно, мы разговариваем с родителями. То есть вот это, конечно, очевидно показывает то, что подходы в организации абсолютно как бы не имеют ничего общего с желанием действительно добиться результата. Потому что вот этот вот господин Гусев с такими неживыми рыбьими глазами мужчина, который возглавляет у нас вот этот вот комитет по торговле, и теперь он занимается организацией школьного питания, прекрасно понимает, что все это огромный бизнес, который первоначально был резко и быстро отжат у всех в пользу вот этих красногорских молодцев, ничего не имеющих общего со школьным питанием. И теперь эти красногорские молодцы осваивают 2 миллиарда федерального бюджета, который мы получаем на вот это школьное питание. Вдумайтесь, ежегодно вот эта Гопстоп-компания осваивает 2 миллиарда бюджета на школьное питание. Им остается только тихонечко отбиваться от этих родителей, пытаться заставлять учителей подписывать на это питание школьников, а тут, знаете ли, люди голосуют рублем. То есть ребенок пошел в школу, ему не нравится, он не хочет есть, родители не будут платить. Зачем им платить? Он там из дома бутерброд принесет. Ну там начинаются встречные действия, запрещают с собой еду приносить, лишь бы только вот эту баланду Гусева хлебали. Но тем не менее, в общем, вот так. Но 2 миллиардика регулярно, каждый год осваиваются командой Гусева. Поговорили и о транспорте. Как, в общем-то, свойственно было этой оперативке, Хабиров говорил практически все время программными заявлениями. А именно, он заявил, что к Новому году, то есть к окончанию 2021 года, в Уфе не должно остаться пазиков. Вот, чтобы все. Кардинально, радикально. Посмотрим. На самом деле, конечно, сотни этих автотранспортных средств носятся по Уфе. Заменить их оперативно и купить новые современные автобусы, конечно, оно было бы очень мило. Но, простите, откуда взять на это деньги? Хабиров возмутился тем, что уже как полтора года введено обязательное использование терминалов в автобусах, а в Уфе и в Башкирии до сих пор не везде принимают карты, и особенно эту самую пресловутую карту Алга. И потому Хабиров объявил террор. Он сказал, что больше переговоров с перевозчиками не будет, и повелел Ренату Рашидовичу Баширову начать рейды, проверки и, в общем, наказывать вот этих вот транспортников и маршрутчиков, которые не принимают кредитные и прочие платежные карты. Ренат Рашидович вообще у нас в последнее время превратился в какую-то садома-заплетку нашего правительства. Хабиров чуть что хватается за него и начинает им лупить кого-нибудь, то застройщиков, то маршрутчиков, то еще кого-нибудь. Этот персонаж, безусловно, я имею в виду Баширова, он, безусловно, достоин того, чтобы обратить на него более пристальное внимание. Несмотря на всю его неприметность внешнюю и схожесть с ландшафтом, этот человек действительно играет существенную роль в нынешнем раскладе власти в Республике Башкортостан. Я уже упоминал, что к нему действительно очень пристальное внимание силовиков, и это внимание очень не напрасное. Уже была однажды попытка, как говорится, вывести его из состава руководства Республики Башкортостан и вывести, причем в наручниках. Но тут Хабиров, в общем-то, заступился, было такое дело, и вот сейчас опять Баширов выходит на передний план вот этой карательной политики Республики Башкортостан. Сегодня мы еще раз про него поговорим впоследствии, но еще раз отмечаю, обратите внимание на этого человека, он еще сыграет определенную роль, и посмотрим, насколько эта роль будет яркой и заметной. На десерт Хабиров оставил самое вкусное, он оставил застройщиков. Помятуя ОПСК-6, Хабиров выразился следующим образом. Ряд организаций вздумали с нами судиться, как будто это вообще невозможно в принципе. «Поднимите все документы по выделению им земельных участков, там на каждом шагу преступление». Безусловно, речь шла ОПСК-6 о компании Андрея Носкова, которая возмутительным образом потребовала от мэрии компенсации за то, что ей не разрешают строить на том участке, на котором раньше мэрия разрешала строить. По мнению Носкова, он затратил там 200 с чем-то миллионов рублей на расселение ветхого жилья и начало строительства, а еще более 500 миллионов Андрей Носков как бы взыскивает с мэрии недополученные прибыли. На 700 с чем-то миллионов он выдвинул требования, Хабиров теперь уже который раз достаточно истерично реагирует на это требование. Носков, судя по всему, не снял своих требований, не отозвал своего иска и, по сути, получается, что все еще продолжает требовать. Теперь, значит, Хабиров решил прижать Носкова, добыв какие-либо, значит, компрометирующие данные на него, ну, то, что он называет преступлением в процессе получения земельных участков. Очень, на самом деле, опасная тактика, на мой взгляд, потому что однажды Хабиров может вытащить на свет Божий кого-нибудь, связанного с этими процессами, из тех, кого он вовсе не хочет вытащить. А вдруг Хабиров сможет доказать, что в этих преступлениях участвовал, например, Качкаев. Вот представляете, как неудобно будет Радио Фаридовичу со всем этим, значит, возиться. То есть, тут надо быть осторожнее. Понятное дело, что, ну, вот, выявление этих преступлений было поручено тут же Баширову. Далее Хабиров перешел к Армавирской 5А. Я не зря упоминал о том, что, судя по всему, Радио Фаридович внимательно посмотрел наш субботний выпуск, потому что он во многом шел по сценарию этого выпуска. И вот он, значит, заговорил про вот эту стройку на Армавирской 5А. Причем заговорил он совершенно конкретно, сказал, останавливайте стройку. Дал указание, значит, мэру Уфы. Потом немножко подумал, упомянул вот это вот ООО строительный трест Development, который там строит вот этот нелепый дом в 27 этажей на 332 квартиры и всего на 23 парковки. Потом Хабиров задумался, опомнился, вспомнил опыт Шатару ставили 5. Цифра 5 его, по-моему, преследует в этом смысле повсюду. И оговорился, что нет-нет, я же не имею права останавливать стройки, вдруг как-то так он смутился и тут же обратился к Баширову. А вы, Ринат Рашидович, придумайте, как ее там остановить. То есть, ну, степень вот этого произвольного обращения с порядками, правилами и как бы тем, как у нас устраивается бизнес и вообще какие-то процессы в Уфе и в Башкирии, по-моему, дошли до края. Вот сидит какой-нибудь инвестор, смотрит вот эту оперативку и думает, елки-палки, это вот в этот регион, что ли, я вложу деньги, где глава региона такой, значит, на ходу, придумайте правила, как это прекратить, придумайте правила, как им не дать строить. Вот дает такие указания. И этот инвестор такой думает, не, я, наверное, свои деньги не доверяю этим ребятам. Пойду-ка я куда-нибудь в татарю их вложу, да, там хотя бы правила заранее написаны, я их могу прочитать, и они какое-то время не изменятся, да. А Мениханов не скажет, придумайте правила, чтобы изменить правила. В общем, конечно, мрак. Ну, тем не менее, Радий Фарид смотрит нашу передачу и исследует их сценарию. А дальше случилось вообще чудесное. Хабиров сделал программное заявление, процитирую. «Я хочу сделать первый честный эксперимент». Конец цитаты. Казалось бы, звучит грандиозно. На самом деле, эксперимент этот будет заключен в том, что он отыскал некий участок в центре города, очень хороший участок, 4 гектара, ограниченный улицами Революционная, Достоевская, Карла Маркса и Аксакова. Прекрасная земля. Значит, она передается сейчас в собственность города, находится она в собственности республики, и поручается городу там организовать комплексную застройку. Причем в таком контексте, что Хабиров сказал, что мы все равно вам строим школы и детские сады. А вот вы возьмите этот участок, продайте его кому-нибудь, но на условиях того, что застройщик там будет строить вот эти социальные объекты, либо вы получите достаточную сумму денег, чтобы построить самим эти социальные объекты и школы. То есть, ну вот, как вариант, да. При этом Хабиров заявил, что в последние 10 лет город ничего не получал от продажи земельных участков. Ну вот тут, конечно, я бы все-таки предпочел проверить вот этот тезис, потому что, ну, я, честно говоря, не могу поверить в то, чтобы миллионный город за 10 лет ни разу не получил прибыли от продажи земельных участков. Это, конечно, спорный, значит, довольно-таки тезис. Вот такой вот первый честный эксперимент решил организовать Радий Фаридович, но самое смешное, ну, кто в теме, тот поймет, что первый честный эксперимент поручен провести все тому же Ренату Баширову. Внимательно всмотритесь вы в его лицо. В лицо этого первого честного человека в республике Башкортостан. Честно говоря, я неплохо знаю Рената. Я вот в этот момент, я, честно говоря, засмеялся очень громко. Ну, вместе со мной, наверное, засмеялось еще какое-то количество людей. То есть, ну, вот если для тех, кто не понимает, назначить Рената проводить первый честный эксперимент, это все равно, что назначить лесу сторожить курятник. Вот примерно так же. Ну, в общем, будем с замиранием сердца следить за первым честным экспериментом. Посмотрим, сколько удастся заработать господину Грекову и городу Уфе на этом деле. Уже к 15 апреля, буквально через полтора месяца, будет объявлено, ну, как минимум об условиях вот этого первого честного эксперимента. В общем, звучит это очень забавно. Впереди у нас много интересного. На самом деле, то, что произошло на предыдущих неделях, это только начало. Впереди у нас выборы, впереди у нас еще много-много всяких кадровых событий. В общем, не отключаемся, смотрим наш канал, подписываемся на него, ставим лайки, жертвуем нам всякие разные подарки, в том числе и денежные средства можно перечислить на тот счет, который мы показываем в конце каждого выпуска и указываем в описании. Всем спасибо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!